Ценой жизни и здоровья они подарили будущее человечеству. В этом году исполняется 36 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта «Укрытие», известного также под названием «Саркофаг». Это защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Объект был построен в кратчайшие сроки – за 206 дней. На данный момент в Ульяновской области проживает 821 ликвидатор аварии. Более трех сотен остались инвалидами. Их подвиг не забыт. В регионе создана общественная организация «Союз Чернобыль». Состав этой структуры проводит различные мероприятия. Возводит монументы, обеспечивает ликвидатором путевки в оздоровительные учреждения. В Ульяновской области целый комплекс создан. Это и колокол Чернобыля памятник, это аллея славы заложена, это клинический центр, который на сегодняшний день один из лучших в Ульяновской области. Это наша гордость – музей. И храм преподобной Сарафима Саровского, который по нашей инициативе был построен. «Союз Чернобыль» создали ульяновцы-ликвидаторы в 1990 году. Деятеля организации пригласил губернатор Ульяновской области. Страшно себе представить, в каких масштабах достигла бы эта трагедия, если бы не высочайший уровень профессионализма и запредельная самоотверженность вас и ваших коллег в действительности уладней. Дни ликвидаторов и сейчас нельзя назвать легкими. У большинства болезни сердца, нервной системы и органов дыхания. И даже тех, кто не трудился на энергоблоке, накрыло волной разрушительной энергии. В регионе проживает более двух тысяч людей, получивших высокие дозы радиации в момент техногенной катастрофы. Все люди, пережившие эту трагедию, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета. И с 2009 года 197 человек уже получили такие сертификаты. В том числе в этом году было выдано три сертификата на сумму более 7 миллионов рублей. Сейчас в очереди у нас стоят три человека и проверяю вступление денежных средств. Они также будут обеспечены сертификатами на жилье. Соцзащита также организует выезды в пансионат, расположенный в селе Языково. Встреча с Алексеем Русских не ограничилась разговорами и отчетами. Глава региона вручил именной подарок – наручные часы активисту организации «Союз Чернобыль» Рашиду Генеатулину, а также наградил благодарственными письмами Леонида Васильева и Ивана Зотова.